5 сентября отмечается Международный день благотворительности. Кому и как вы готовы помогать? С этим вопросом мы вышли на улицы города. Опрос показал, чебоксарцы готовы делать добрые дела. При этом достаточно разборчивы, чтобы не попадаться на мошеннические схемы. Завтра Международный день благотворительности. Скажите, пожалуйста, вы кому-нибудь помогаете, кому готовы и каким образом? Старикам помогаю. Ну вот в церковь ношу вещи, по возможности еще что-то. А кому вы готовы помочь чаще? Детям больным. Вот иногда я вот на вокзале, если это, вот туда бросаю. Там, я думаю, хоть 10 рублей, вот кто-то проходит, там все бросают. А куда мне девать своих? У меня 8 человек. Мне 94 года. Так. 94 года. У меня 4, 3, 4 внучь и правнущи. Пожилым. Старым. Инвалидам. Так. А вот каким образом это? Ну вот когда по телевизору передают, я, правда, мало, два раза только посылала детям. А вот то, что на улице волонтеры собирают, вы доверяете или нет? Это, знаете, вот как-то по совести. Иногда бывает, думаешь, ну вот жалко же ребенка. Ну, дам, даю. Дам. Это их дело. Это на их совести им Бог судья. Ну, больше, наверное, детям. А вот каким образом? В соцсетях вы видите объявление или смс-ку по телевизору, когда видите, отправляете? С смс-ку и в, допустим, в детском мире акции у них проходят. Ну, животным, конечно, я ходила как-то в приют, но не здесь, а в Москве. Я просто в Москве жила, сюда приехала. Все понятно. А вот вы верите в какие-то, не знаю, в Инстаграме, да, объявления о том, что нужна помощь или там в соцсетях других? Не всем. Не всем. Друзьям, которые выкладывают вот эту вот точную информацию, о которой там чужие люди, нет. Если человек знаком или там знаешь его более-менее хорошо или вообще где-то видел, то можно, да, откликнуться. А если там, не знаю, пишут, например, со страницы какой-нибудь такой недоверчивый, то нет, наверное, нет.